Привет, друзья! Так, да, разбирал здесь посылочки, интересную тему решил показать. Интересную, необычную, но необычную тем, что недавно была точно такая же история. И это уже не знаю, какой-то становится, не знаю, не знаю как это назвать. Но интересный случай, телефон у нас 11 Pro, а предыдущий случай был с 11 телефоном, где у человека аппарат 2 года в пользовании, с лишним даже получается, а у него 100% состояние батареи. Давайте глянем, давайте чекнем. Так, и вторая штука, это уже не знаю, у меня какой-то дежавю по этим историям, это вот опять iPad, опять его где-то там делали-делали, кнопка проваливается, шумоваливается. Да, вот так. Да, и немножко сейчас тут проблему, да, и вот это, что необходимо сделать от самого владельца, аудиозапись. Да, и кстати, посылочка у нас из города Сызрань. Здесь немножко такое кооперативное получается вот это вот обращение по iPad'у. И по устройству, тут видимо в кооперации собрались, отправили два устройства. Да, и в чем суть? Добрый день, отправил вам посылочку, там мой икон, и девушка с вами переписывалась, Ари-Патрио, там с разбитым экраном и с неработающим Touch ID. Я по айфону сразу хотел сказать вам, он 19-го года, декабря месяца, и в него никто не лазил, зарядку показывают 100% в аккумуляторе, в разделе, а по факту вообще нифига не держат. Вот, и очень плохо слышно динамики, ну как воспринимать ухом, так и нижние динамики, которые на звук, ну и микрофон, сейчас то же самое. Так, ну есть, да, из первоисточника, с 19-го года никто не лазил, 100% состояние, и очень плохо, и очень тихо. Открываем, смотрим, в первую очередь. Так, а здесь, да, глухие телефончики у нас немножко получились, на этом iPad'е никогда не было Touch ID, ну говорят, что есть. Сейчас посмотрим тоже. Да, конечно, это у нас iPad первого поколения, стандартная штука вообще, кнопка валена-провалена. Да, там такое интересное общение получилось, что владелица написала мне отдельно, а человек, который уже с нами имел дела, написал нам отдельно, и вот так вот так, ну мы нашли, да, там все понимание, взаимопонимание. И вот даже, как вот это произошло, девушка описывает проблему, что у нее происходит. И я ей как раз-таки скидываю в видео вот это предыдущее, от которого у меня уже дежавю возникает, что как вот делали там с кнопками два даже устройства. И она такая смотрит и говорит, что всего лишь проблема в том, что не приклеили, а она столько времени мучилась получается. У нее тут просто по адски она туда западает, закусывает. Защемляется, и вот так вот это все выглядит. Ну да, понятно, замена стекла в данном случае Ну и да, кнопка Да, как-то срабатывает Но как-то на третий раз Ну да, конечно, таким пользоваться нельзя Более того, вот из-за того, что ее туда закусило И даже пошла трещина в этом месте И это вот тот момент, который я обозначал неоднократно Вот это устройство лохматых годов, и на него не могут до сих пор, блин, люди делать нормально Я надеюсь, что не все мастера так делают, но вот это часто очень встречается Кнопка это, это такое, не знаю, ахиллесово питает их устройство на самом деле, для мастеров Так, да, вроде работает, но провалено-завалено Так, все окей, экран у нас показывает, заменим стекло, кнопку приклеим, как в последний раз Будет держаться до конца времен О, интересно, разблокированное устройство, давайте чекнем состояние батареи По батарейке, кстати, не было нареканий Да, ну а по-хорошему-то ее менять бы Сейчас покажу Так, ну и да, вот так вот выглядит состояние батареи Это 65%, 1151 раз заряжен По-хорошему это замена Так, окей Этот момент уточним А пока давайте вот это дело разберем, посмотрим, что это за наваждение по 11 серии вообще Второй такой случай И если там в том случае мы определили, как это просто такая очень щадящая эксплуатация была История по аппарату То, что за 2 года еще не просел вот этот 100% объем То здесь это про инструмент 11 Pro Что-то не то Да, по звуку вот сразу скажу Так, что-то показалось, да По звуку, по решетам скажу сразу, что видно невооруженным глазом Что прямо не видно вот этого сечения решетки самой Просто забит динамик очень сильно И то же самое снизу Так, здесь просто почистим, будет окей Так, стартанем, у нас вроде бы есть пароль И посмотрим вот эту вещь, которая у нас в настройках Отображение состояния батарейки Так, и да, давайте заходим на строчки Аккумулятор Состояние аккумулятора Бат, 100% состояние Вот это да, интересно Напоминаю, что в прошлом вот видео, либо там в позапрошлом в каком Такая же точно была история с 11 телефоном Ну да, интересно, снимем батарейку, посмотрим ее, не знаю, спереди, сзади Чекнем ее на флешере отдельно Интересная вот эта история Возможно, это какая-то вообще, ну не знаю, заварош И опять она на 11 серии возникает Так, да, еще По звуку вот сейчас, как обычно это проверяем Можно зайти в настройки звука Включить стандартную мелодию То есть не какой-то там рингтон, который непонятно как должен играть А стандартную мелодию айфона, которую все знают Она прямо, ее прямо в душу она идет Вот на ней очень хорошо поуслышать Эти отклонения какие-то звуковые вообще по звуку Ну и да Ну и да, это прямо характерно слышно То есть буквально звук не выходит наружу Как бы не, вообще не выходит наружу Как-то внутри телефона прямо звучит То есть настолько это забито вот И именно вот так очень глухо Еще раз Так, надеюсь, да, слышно Но мне это очень прямо наглядно, ощутимо Нету ни стереоэффекта Просто есть такой какой-то глухой эффект бочки Как будто звук наоборот вовнутрь идет Не отсюда не выходит, не отсюда не выходит Да, плюс еще вот этот звук тоже всем известен Это вот это вот, да Поставил на зарядку, что называется Вот это вот постановление на зарядку Оно тоже своеобразное И всегда оно характерно должно звучать звонко А здесь Да, глухо, опять же вовнутрь Так, все это окей, это для меня не вопрос Открываем А, давайте, да, чекнем на компе Еще, еще, да, да, да На компе также посмотрим Так же как iPad Количество циклов, объем Вот это все сравним с компом Так, ну и опять же, ребята Опять-таки интересные очень данные Сто процентов мы видим Батарейка все-таки, да, состояние Сто процентов И циклов Ну, семьсот практически И это какая-то странная вообще штука И странная история Но здесь вот все-таки, да Семьсот циклов Это уже время для замены Но почему оно не пересчиталось Вот это интересно Да, непонятно Ну да, на самом деле Вопросов больше, чем ответов Давайте, наверное, если в прошлом случае Я как бы, вот поняв все вот это дело Пообщавшись с владельцем Он, да, сказал, что очень там так пользовался Очень бережно Что-то циклов там было Не помню сколько Но меньше, чем здесь точно И все-таки там склонился Такой историей Что все-таки это и есть Фактическое было состояние батареи Но вот здесь вот это вот непонятно При семиста цикла Еще ни один процент не убавился Ну и да, конечно же Это у нас первородное устройство Не вскрывашка вообще Не вскрывашка, не валяшка Не пылинки, не соринки Да, идеалочка Измаем батарейку Ну и да, вот этот телефон 11 Pro и Pro Max Наверное, самый такой В плане Самый, как бы, можно сказать Сложный в плане замены батарейки Ну вот из всей линейки, пожалуй, да Потому что идет Как бы само вот это распределение коннектора Из двух мест подцепляется И в плату, и в разъем зарядки Это увеличивает количество винтов В два раза, которые необходимо отключить Ну и такая интересная конструкция получается Два коннектора И больше винтов в два раза Ничего сложного Просто чуть больше возьми Так, ну и так Первое, на что обращаю внимание Это, конечно же, дата производства батарейки Это у нас 10 месяц, 19 год Блин, это 3 года Как так? Так, ну давайте, да Чекнем на флешере состояние батареи Честно говоря, вот думаю Но не могу это объяснить Как это, что это Какой-то глюк, либо это что Опять же, вот история повторяется И это уже второй случай Вообще ничего не понимаю Да, пишет вообще состояние 105% 105% И, блин 696 циклов Так же, как и на компе Вообще непонятно Как так? Как такое может быть? Вообще непонятно Возможно, это какой-то производственный Как бы глюк Где сам контроллер Как-то забинден И не переписывает в себя Как-то значения Но только так можно объяснить По факту, да Батарейка у нас изношена Но, видимо, сам контроллер Вот этот Он как бы не перечитывает Вот эти значения в себе Ну, не знаю Это единственное Какое-то более-менее логичное объяснение Тогда, получается С прошлым случаем Тоже надо было менять батарею Так Давайте, да Чекнем на новой Покажу Так же, как на новой Должно отображаться Так, на новой у нас даже получается Меньше, чем вообще Чем Чем старый У нас 102% Циклов 0 Original Так же все окей Да, вот так вот Даже меньше, чем старый Окей Так, устанавливаем Ну да, ребят Проклеечка у меня вся осталась Вообще в первой роде Не тронутая Она свежайшая прямо Это вот на Тот вариант Когда лучше оставить родную Она еще будет служить точно нормально И хочу все-таки, да Показать, я уверен на 100% Что хватит И будет достаточно наружной чистки И как у нас это все дело поменяется Просто здесь я вижу такое запыление Характерное То есть это не чем-то липким залито Не тот случай Когда необходимо нам Изымать динамики Прямо изнутри Пробивать эти отверстия Да, залитые уже внутри Более широкие Нежели просто сама решеточка Как в данном случае То есть снаружи почистим Сейчас на закрытом устройстве И вот это все наглядно По звуку послушаем Ну не знаю Как-то у нас так получается Что вот со всякими непонятными историями С батарейками У нас 11 серия Вот все время засвечивается И не знаю Может быть опять же Да, такой момент Может быть мастера Кто сталкивался с подобным Напишите в комментах Будет интересно вообще почитать Узнать ваш опыт У меня два случая Да, у проклейки Есть один хороший тест Торцевой Это вот я экранчик Ставлю торцом Отпускаю И он стоит Это говорит о ее липкости Очень хорошей И это окей Так, все окей Закрываем Так, ну и да, друзья Небольшой такой сейчас получится У нас наглядный как бы вот пример Как можно вообще бытовыми средствами Почистить Там, я не знаю Без всяких лишних манипуляций Без лишних вообще телодвижений Почистить вот это дело И улучшить звук Да, давайте прежде по батарейке Опять же Не упущу случай Обозначить вот этот момент Что начиная с телефона 10R или XR Мы получаем При замене аккумуляторной батареи Сообщение о замененной батарейке Только официальный сервис Apple Может привязать вот эти вот контроллеры Природнить их к телефону И у нас будет сообщение о том Сейчас, тем не менее, что мы установили Оригинальную батарею Мы будем получать, что Не удается установить подлинность детали Apple Это нормально Это просто информационного рода сообщения Все будет работать, окей Сейчас срок службы батарейки Полтора-два года И следующая замена Плюс также можно будет посмотреть это на компе И я думаю, что наши батарейки Будут на самом деле пересчитываться Нежели вот как Ну, на самом деле Это какой-то глюк из ряда вон Так, разблокируем Посмотрим Да, есть Так, 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 так Да, есть у нас сообщение Об аккумуляторе В настройках у нас будет прочерк И состояние аккумулятора Да, есть у нас неизвестная деталь Ну, вот это именно этот момент и есть В состоянии максимальная емкость прочерк Давайте подключим компу И чекнем на компе И да, еще раз Если мы меняем официально Аккумуляторную батарею У нас будет Здесь показывается Соответственно состояние 100% Как и должно быть И будет писать, что Подлинная деталь Apple Но история вот эта Сохранится изменений Модификаций в телефоне Так, да На компе это выглядит вот так 100% состояние И ноль раз заряжен Все окей Новенькое Ну и да, кстати говоря Еще вот все-таки посмотрел Систему аппарата 1531 Ну, не самое последнее Но, видимо Я не знаю, что человек Да, обновлялся Видимо, все время Всю дорогу, что называется Но вот как-то так Заворожился контроллер В батарейке И не пересчитал Да, вот это тот момент Та опция, которая у нас Сейчас есть в телефоне Это история деталей обслуживания И даже если бы мы обратились Официально в сервис То у нас было бы здесь Аккумулятор А, я покажу Да, есть у нас для примера Для наглядного примера Телефончик, где была сделана Официальная замена батарейки И это как раз-таки тот телефон С которого вся эта история началась Это телефон 10R Да, и выглядит это у нас Вот так Так, об этом устройстве И у нас вот так вот получается Да, забавно получается Это у нас светлая сторона Это темная Да, и выглядит вот так То есть Также идет Появляется сообщение По умолчанию Вот когда ничего на телефон не изменилось Здесь этого нету Это и опции А так, когда есть сделана замена Есть у нас история деталей И обслуживание Есть у нас аккумулятор Подлинность И главное не подлинность Подлинность деталей Apple Подлинность деталей Apple То есть сообщение Что подлинность деталей Apple Не подлинная деталь Apple А подлинность Но я думаю, да Что это странности перевода Трудности перевода А здесь у нас неизвестная деталь Да, вот это то есть Официальная замена Это сторонняя замена И это нужно понимать Что как бы этого не стоит пугаться Это норма абсолютно Только сама Apple имеет ключ К этому контроллеру Еще раз Куда она может внести изменения И природить его к телефону Но сообщение все равно будет Сообщение не ошибка Еще раз Так, да Все одно да по тому же, но я думаю, что это лишним не будет Кто-то кому-то кинет ссылку и кто-то будет знать чуть больше Нежели до этого момента На том и стоим Так, и давайте теперь по чистке Я думаю, что вы запомнили как было до и как будет после Просто щеточка, тонкий Такой как бы тонкий, очень плотный ворс При этом мягкий, я что-то не помню Да, это какая-то швейцарская щетка, ну да, бытовая в принципе Она продается, не знаю, в аптеке или багде И это 5000 вот этих, как они называются, ворсинок На сухую, без всяких инвазивных технологий Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Так, да, когда на сухую почистили Есть у меня вот такая вот жидкость, которую все знают, мастера Это флагсов, как сказать, это растворитель Химоза вообще лютая, высокоэфирная То есть она не, как сказать, не приведет к замыканию И не является таким как бы сильно растворяющим проклейким веществом Но при всем при этом высокоэфирные вот эти свойства Позволяют прочистить вот эти мембраны, при этом быстро испариться Но опять же нужно это делать крайне аккуратно Не усердствуя вообще сильно прямо сильно Так, вот так на щеточку И вот так вот Обычно, да, это делают в стороне, но, чтобы было наглядно Вот так обстучал Излишки убрал И остается слегка влажная чуть-чуть вообще щеточка Еще чуть-чуть И да, опять же, невооруженным глазом сразу видна разница Так, вот сейчас звук будет звучать очень четко и ясно Так, то же самое проделаем сверху, сверху делаем еще более двойник Никаких там, знаете, каких-нибудь бытовых спиртов медицинских либо что-то Все ваши медицинские вещи, они имеют в себе очень высокое содержание воды И вот это может быть очень как бы сильно пагубно сказаться на вот этих верхних вещах Потому что здесь идут чувствительные датчики Датчики, относящиеся к Face ID, light sensor, сам телевизор Все вот это дело, оно очень чуть-чуть на куде Поэтому здесь очень аккуратно, еще более вдвойне аккуратно Если не уверены, обратитесь к мастеру, вам все сделают четко Вот сейчас щеточка у меня сухая На сухую сначала и потом чуть влажной Это не руководство действую, это просто показываю, как делаю Так, вот так Да, я думаю, что разница видна Так, и теперь, как это сказать? На слух Так, во-первых, да, вот это всем известное Тадах, все четко Тадах И стандартный мзончик Я думаю, что разница вообще очевидна Вернее, очевшна Так, за это нас забанят Ну это просто небо и земля, да Вот сейчас все звучит как нужно И без лишних вообще на самом деле неправильных телодвижений Когда начали бы вытаскивать динамик Расклеили бы там еще, убавилась бы влагостойкость этой всей конструкции Это не нужно Да, на телефоне есть такие поцарапанности, потертости Сделаем владельцу стекло Не скажу, что в подарок, но со скидочкой сделаем хорошее стекло Оно скроет вот эти все истории по дисплею Так, все у нас четко Это на память Обязька Best of the best Mother of glass Шимпанзе Да, есть несколько глубоких царапин Которые нам поможет убрать Special Liquid Так, ну я думаю, что видно, что это идеалочка Вообще просто владелец увидит до и после, это будет, ну вау Так, это в сторону и делаем наш любимый iPad И это интересная будет история, как обычно знаете, да, после других мастеров Так, итак, ребят, да, наша любимая тема после другого сервиса Еще раз перечитал диалог в данном случае с владелицей Это разные владельцы устройств И интересная тема, это рекорд Вот эта кнопка продержалась 3 дня Обычно все-таки на подольше хватает И знаете, там где-нибудь через полгода она проваливается Вот такое вот начинается Но здесь 3 дня, это, конечно, вообще Это не битка Рекорд не битка То есть это рекорд, который никто не побьет Не битка Так, без особых усилий, да Все это дело отклеивается Сапливые технологии присутствуют Все нормально Да-да-да-да-да-да-да-да Вот они Сапливой клей Ну и да, что начал-то говорить Что посмотрел по диалогу Нету никаких указаний про батарейку Ну и в данном случае как сделаю Если визуально она окей То я даже не буду морсить и настаивать Человеку что-то обозначать Если что-то не окей Так, вот это интересно Как так у нас морсит переключатель звука Что это было? Ну и да, если визуально окей То я окей Если не окей, то обозначу Так, ну и да, интересные вот эти всегда вещи Открывать, смотреть Винтов И нет, и не родные Уже даже вот на этой стадии Так, сейчас можно выключить Ну да, и нет, и не родные И применение инженерной мысли Шайбочка Блин, не проще их не терять, а Чем потом мутить вот это Да, батарейка визуально у нас окей Нет ни сдутия, ничего В принципе даже ничего не будем обозначать Видимо по пользованию владельцу Окей Делаем то, что говорено Не накидываем Дактилоскопия Есть Да, кнопка вообще, конечно, не приклеена Просто-напросто не приклеена Не знаю Ну да Ну да, классика классическая Плюс вот эта сама штука тоже не родная Так, посмотрим, что у нас есть Зачищаем от соплей И наносим сразу же проклейку Так, соплевая добыча Вот такая Так, есть обклейка Как по заводу? Так, ну да, ребят Новая деталь, хорошая по качеству Она вот в таком вот виде идет Она без, конечно же, без кнопки Кнопка всегда переместна родная Что бы ни произошло Ее нужно максимально постараться перенести родную Вот это вот я даже не буду Это мусор? Это просто мусор А у меня Есть вот такая карабаша Где я вот в полной мере вообще познал эти кнопочные технологии У меня тут все подобрано, собрано Ну есть запас, короче Родных кнопочек Так, сейчас соберем Все сделаем По сусекам, по скребу И кнопочку найду Ну да, ребят Потому как, я не знаю Конечно же, это элемент физического воздействия Нужно, чтобы он был крепко на месте Монолитно однозначно Вообще каменно сидел Ну и в любом случае Если возникнет необходимость Ее как бы снимать, переносить Эта вещь возникает только Когда мы меняем, соответственно, стекло И как бы нет смысла ее клеить Там как-то мягенько Чтобы ее снять можно было То есть да, понятно Что сейчас я ее приклеил И снять ее с этого стекла Можно будет только его, ну, повредить На самом деле Потому что она каменная держится Ну и вот, не знаю, такой момент Клеить нужно ее, да Как в последний раз Так, и у нас все есть Вот так вот Щелкает Нажимается По красоте Промежуточно проверим И финально соберем Так, все четко Да, работу сенсора Все окей Собираем Да, болтушница Для восстановления винтовой справедливости Есть у меня здесь родные винты Так, есть Все готово Отлично, ребята По красоте, что называется Да, есть пару проточек Уже на самом экране На дисплее Это да, видимо От прошлых историй Ну и плюс вот эти вот все, как я говорю Это соплевые технологии Они пропускают туда пыль, грязь Дали на экран И вот проточки экрана образуются Так, ничего страшного Да, поклею еще защитное стекло Я думаю, что в подарочек Дабы остановить вот эту вот Разбивательную волну Вот эту, не знаю Видимо уже не первый раз это бьется И... Чтобы хорошо служило Так, да Ну и локально, как говорится Можно на этом завершить Пока Что? На этом все Всем привет И всего Субтитры сделал DimaTorzok